Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема психотипы в бизнесе, и я коротко расскажу вам о том, как в бизнесе ведут себя те или иные типы личности. Это может пригодиться вам, если вы хотите с кем-то сотрудничать, с кем-то содействовать и так далее. Начнем с эпилептоидов. У эпилептоидов в бизнесе глобальный порядок. Все структурировано, все взаимосвязано, и, как правило, эпилептоиды очень хорошие партнеры в бизнесе. В принципе, от них можно не ожидать каких-то сюрпризов в плане того, что поставки должны были, допустим, быть в понедельник, а они пришли только в конце недели. Следующий тип личности – это истерики. Они очень ярко всегда рекламируют свой бизнес, очень много говорят об успехе своего бизнеса, что по факту таким не является. Так как истерикам очень сложно концентрироваться на какой-либо идее, они могут, в общем-то, пренебрегать развитием своего бизнеса и углубляться в рекламу и в создании своего имиджа. То есть, когда вы начинаете сотрудничать с таким человеком, вы верите в то, что его бизнес действительно успешен. Он показывает успех всем своим существом, страничками в интернете, у него самое дорогое оборудование какое-то там, допустим, еще что-то. Но по факту это таким не является. И, в общем-то, когда вы начинаете, к примеру, договариваться с ним о каких-то поставках, о выполнении каких-то даже несложных задач, он может вас подвести. Вплоть до того, что он завтра, допустим, закроется, ну или просто не выполнит свои обязательства. Конечно, он всегда найдет причину, на что сослаться. Это будет, опять же, пафос. Как правило, бизнесмены из них не самые лучшие. В общем, нарцисс. Нарцисс в бизнесе, ну, может быть, достаточно успешен. Опять же, он будет очень хорошо показывать свой успех на людях, но может вас несколько обмануть. Вот, поэтому будьте всегда с нарциссами на чеку в этом плане. Шизоиды. Шизоиды в бизнесе, ну, как и в жизни, в принципе, достаточно неаккуратны и хаотичны. Поэтому тоже не ждите от них качественного такого сотрудничества. Все, что зависит от того, что нужно сделать вовремя, это не про них. Но если вы заказали у Шизоида какую-то вещь, и он профессионал в этом, в изготовлении этой вещи какой-то, какую-то уникальную он картину рисует, какую-то уникальную рекламу делает, да, что-то такое творческое, то, в принципе, здесь можно доверять, и, как правило, со своими творческими задачами они достаточно хорошо справляются. Гипертим. Гипертим в бизнесе очень активен. Он может принимать кучу-кучу разных действий, ездить по разным местам, договариваться с разными людьми, но тоже может быть весьма необязателен, и гипертим может соскользнуть. У него такое соскальзывание с этого бизнеса на следующий, свернуть один проект, начать другой проект. Поэтому здесь нужно убедиться в том, что он завтра не свалит покорять новые вершины. Тревожный. Тревожный очень скрупулезен в плане сотрудничества. Он будет бояться вас, как правило. Если он покупает у вас недвижимость, или вы с ним подписываете какой-то договор, он много раз перепроверит этот договор. И, соответственно, если вы поведете себя каким-то не таким образом, что он заподозрит вас в какое-то мошенничество, или обман, или необязательность вашу, то он может очень быстро перестать с вами сотрудничать. В бизнесе, как правило, они, ну, как правило, чистые и тревожные не идут. Бизнес – это всегда примесь какого-то типа личности. Но, как правило, в бизнесе они все-таки надежные партнеры, и они, ну, просто так не закроют, по крайней мере, свою контору и куда-то не уйдут. Парнаяльный в бизнесе. В бизнесе парнаяльный очень, очень упертый. То есть он все будет делать для своего бизнеса. У него будут налажены поставки. Он, как правило, вам все и вовремя привезет, или продаст, или даст качественную, как правило, вещь, если смысл его в бизнесе – это предоставление качественных услуг. И, в общем-то, с парнаяльным все в бизнесе достаточно спокойно. Но не следует с парнаяльным как-то угрожать, в общем, его бизнесу косвенно даже. То есть если у вас какой-то договор с парнаяльным, или он, допустим, увидел, что вы какие-то свои обязательства выполняете неверно, неточно, продаете ему некачественный товар, в общем, это не тот человек, который будет долго с вами сотрудничать в этом плане. Он тут же распознает обман и, как правило, уйдет от вас как клиент, как потенциальный партнер в бизнесе. И, как правило, парнаяльные очень такие хорошие конкуренты. То есть если вы решили конкурировать с парнаяльным, приготовьтесь, это будет просто война. Поэтому с парнаяльными лучше не конкурировать, да, лучше как-то не гнаться за ними. Потому что если у вас нет этой черты параноика ярко выраженной, парнаяльный будет идти до конца. Поэтому, в общем-то, это такие жесткие, очень хорошие бизнесмены, как, в принципе, и эпилептовия. Эмотивные в бизнесе. Ну, как правило, эмотивные очень плохие коммерсанты, они всегда у них эмоции на первом шагу, поэтому он может разорвать контракт или просто не подписать его с вами, потому что вы его чем-то задели, да. Допустим, вы нарцисс, вы какой-то сделали такой подкол ему не вовремя, а он на это просто обиделся, хотя условия, может, выгодные, да, вашего сотрудничества, вы сейчас даже кучу денег здесь заработаете, но вы ему вот как человек не понравились, и поэтому он срулит. Поэтому в бизнесе с ними нужно дружить. То есть, если он ваш друг, он будет замечательным вашим партнером. Если нет, то, соответственно, ничего с эмотивным не получится. Ну, и, как правило, эмотивные, они в силу эмоций своих, то есть, если вы ему нажалость надавили и так далее, он вам и скидку сделает, и даже себе в ущерб что-то продаст. Это вот все про них. Ну, это вот так вот было каратенечко о психотипах в бизнесе. Задавайте ваши вопросы в комментариях, буду на них отвечать. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Жду вас на своих консультациях онлайн.